Не падайте сильно в обморок, сейчас я вам расскажу, что случилось. Так вот, это идет очень долго уже, и еще до этого шло. Ну, вот такая первая ласточка случилась тогда, когда мне пришлось идти в банк, снимать деньги, и выдают тебе квитанцию. Выдают одну квитанцию, вторую мне, вторую, а ту квитанцию, где я подписалась, они забирают и не дают мне смотреть. Я попросила их сделать фотокопию, там, где я подписалась, я хочу прочитать. Ну, и началось то, что началось. Они не хотели дать, там, вели себя неадекватно. Все это снято на телефон. И тогда, чтобы запугать меня, вызвали полицию. Да, я так немножко испугалась, конечно, пришлось не убежать. Но это длится постоянно до сего времени. И по всей вероятности, я думаю, что вот этот директор вот этого банка подал на меня в милицию. И думаю, что это, когда в среду вдруг представился вот этот полицейский, вот, и он требовал, чтобы я взяла какую-то бумагу и расписалась. Я отказывалась. Я сказала, там несколько, очень, ну, часто повторяю, что нет, я вас не знаю, представьте, представьтесь, дайте свои документы. Дайте ваши документы, дайте ваши документы, дайте ваши документы. Я ничего говорить не буду, я не собираюсь представляться, кто я такая, кто вы такой, кто вы такой. Вот это вот это, кто вы такой, кто вы такой. И он, значит, говорит, что я представитель власти, я говорю, я вам не верю, дайте мне документы. Но что самое интересное, понимаете, они все действуют по ритуалу. Вот этот адмиралтейский ритуал. И он ждал, чтобы я выдолбила из себя слово и назвалась, кто я такая. И поэтому он ничего не мог сделать абсолютно, понимаете. И вот он меня долбил. Скажите, как вас зовут, скажите, как вас зовут. Я говорю, скажите, как вас зовут, кто вы такой, кто вы такой, дайте документы. И потом я говорю, у вас же пистолет даже, вы приехали ко мне, и у вас пистолет. И вот он мне говорит, что назвал какую-то Стефанию, Стефания Ангзинтьера. Я говорю, кто такая Ангзинтьера? Понимаете, они читать не могут, не умеют читать. А знаете почему? А потому что я нашла, как оно называется, закон, по какой категории принимает на работу в эти органы. А оказывается, не менее восьми классов у них должно быть. Так как в Италии средняя школа заканчивается восьми классами, даже не десятью, не одиннадцатью, а восьми классами. А уже я вам рассказывала, как они пишут в Италии. Они как вот эти крабики пишут, вот так ручки ставят, и вот так вот даже не пишут, а такими буквами, печатными рисуют. И вы понимаете, это был тот, который, ну как, о совести здесь не говорится вообще, тупой. Их специально набирают тупыми. Те, которые ничем не интересуются, только футболом, там я не знаю, только пожрать хорошо. Вот. И он должен был выполнить, он должен был всучить мне эту какую-то бумагу. Он начал, я так поняла, что он начал говорить, что это судебная повестка. Я говорю, я даже смотреть не буду, мне неинтересно. Так я не назвала себя. Он хотел очень, чтобы я себя назвала. Потом он начал орать, что вы постоянно здесь в этом доме живёте, вы монашка. Я говорю, это вы так сказали. Я ничего не сказала, я не буду ничего говорить. Вдруг он начал подписывать какой-то, вижу, документ. Я говорю, то, что вы напишете, я вам не даю разрешения. Я запрещаю что-либо делать от моего имени. Вы не имеете права. И тут вот он подошёл уже, как орёт на меня, как заорал. Я правда не ожидала. Вы знаете, и когда вот начали монтировать ролик, и искала документы. И в этом ролике я написала, может быть, видели, 8%, 8,5% называется фемичидио. Это убийство женщин, давайте скажем. Убийство женщин. 8% в год убивают представителей власти женщин. Вот я скажу женщин. Ну это и дивы, и женщины все вместе. Понимаете? 8,5% это с каждой сотней, это 8 человек убитые. Потому что они носят пистолет. Они имеют право носить пистолеты, газовые баллончики и наручники. Нашла другой закон. Оказывается, я там тоже написала в этом ролике и выписала этот закон, где говорится, что на ношение оружия им не надо никакого разрешения. Они не проходят никакое медицинское свидетельствование. Абсолютно. Понимаете, они все идиоты. Они абсолютно все идиоты. Хорошо. Ну это уже я потом узнала. Я даже этим не интересовалась. Пока тебя не касается, ты не интересуешься. Что случилось дальше? И вот когда он понял, что со мной ничего нельзя сделать, вот, ну тут, как бы сказать, ну маленький коллапс со мной случился. И я начала просить помощи. Я говорю, ну помогите мне, плохо. Вот. И он начал кричать, вызывайте карабинеров. И видите, он там хватался за телефон, но также и не вызвал. Я это, ну как бы сказать, понимала, что что-то странно. Но тем не менее я была, ну это немножко эмоционально. И не обратила внимания. Потом уже, когда я пересматривала то, что я зарегистрировала, я поняла, что он никогда бы не вызвал карабинеров. Но это и подтвердилось. Так вот. И когда, ну вот, я упала, вот, обессиленная, потому что, понимаете, так рявкать, ну как бы сказать, представитель власти, я ему ещё сказала, у вас пистолет даже. Понимаете? Я понимаю, что я абсолютно одна. Абсолютно. Я действительно абсолютно одна. Там, где я и проживаю, это же мутор. Мутор, и вообще людей нету. Я понимаю, что он может сделать всё, что угодно. Понимаете? Вот. И когда, ну так, свалилась я немножко, как мешок. Вот. Он что, я вот помню, он сказал, ну это не зарегистрировалось. Тебе плохо, что ли? Вот. Ну я не могла уже ответить. Ну правда, у меня немножечко нервный срыв случился, такой небольшой. Но это всегда есть первый раз. И он начал убегать. Он у меня, по идее, он оставил меня в опасности, в жизненной опасности, и он начал убегать. Хотя по его законам, по их законам, я нашла, что они обязаны, их как бы предназначение, это оказывать помощь нуждающимся. И он сбежал. Он испугался, он думал, что я, может быть, действительно там сдохла или что. Тот, кто-то там хочет сильно в чате, чтобы я сдохла. Не сдохну, не сдохну. Дорогие мои, 97 лет живу, и вы хотите, чтобы я сдохла? А то я уже по пятому кругу, всё здесь. Так вот. И что получилось? И он уехал. Я взяла себя в руки, конечно, я быстренько восстановилась. Быстренько, сразу же. Вот. И потом я даже не ожидала, что через какой-то час, а их уже приехало трое, и вот они начали окружили дом, они вначале окружили дом, и начали звонить в дверь долго, настойчиво. И у меня немножко нервы сдали, потому что я одна. И куда я? Кому я позвоню? Кто будет? Это единственный мой спаситель, это мой телефон. А они его боятся. Как они его боятся? Вот. И вот так я из-за этой шторки смотрю, они окружили дом. Хотела тихонечко вылезти, вот. Они уже стояли там. Они уже, понимаете, это уже проработанная схема. Если для меня первый раз, и я по глупости, потому что никогда такого не было, и я вылезла через окно даже, скрывает уже. Они уже там стоят. И он мне орёт, что, типа, сеньора, сейчас мы вламываемся, ну, штурмом будем брать ваш дом, подъезжают карабинеры. Я говорю, я вас боюсь, вы опасные, я вас действительно боюсь. Они все с пистолетами. Вот. И потом я выбежала к воротам. И когда я вот этого момента не была, потому что в этот момент я звонила, ну, одной из суверенов, которая, мягко сказать, отказалась. Но мне, знаете, я знала, что это, ну, хотя бы позвонить, чтобы они видели, что я с кем-то общаюсь, что я не одна. А вы знаете, как это подействовало? Иногда надо немножко хитрым даже быть. Ну, я не хитрила. Действительно, я звонила одной, которая, ну, хочет стать суверенным, и она уже более продвинулась, чем я по этому пути. Хотя я затормозилась, мне не нравится то, что они делают. Но, тем не менее, мы с ней часто встречались, переговаривались. И я ей говорю, что, смотри, вот приехали какие-то люди, и потом какая-то есть или баба, или это мужик, говорю. Говорю, непонятно, какое-то безобразие. Вот. И я говорю, что они с пистолетом, я не знаю. Я не знаю, что они хотят. Я действительно не понимала, что они хотят. Они не предъявили ничего. Они кричали, что сейчас ворвутся в дом с карабинерами. Зачем? Почему? Я ничего не понимала. Это уже сейчас, потом уже немножко прошло время. Я думаю, предполагаю, что вот этот дебил, который в банке, дегенерат, они все дегенераты, они больные на голову. Возможно, он написал на меня заяву. И отправил его в суд. Я так думаю, я не знаю. Да я до сих пор не знаю. Они мне ничего не предъявили. Они ни слова не сказали. Вот. И потом, что получилось. И когда я им сказала, что я сейчас снимаю, буду снимать вас на видео, и сразу же в стрим пойдет. Сразу же прямой эфир. На это надо было смотреть. Вы видели, как они уезжали? Вот это включило регистрацию. Конечно, никакого стрима не было. Я включила всего лишь регистрацию. В одну секунду они убежали. В одну секунду. Ну, все, больше так и не приезжали. Вот мне, конечно, сделать ролик. Сделали мы этот ролик. Я его сегодня выпустила. Значит, и что самое интересное, вот этот ролик я еще разместила в этих беседках на телефоне, на WhatsApp. Ну, вот эти все-таки группы, вот этих суверенов. Тишина абсолютная. Буквально немного, которые мне ответили. Самое главное, когда я делала полный стрим, выходила где-то два месяца назад, да, по-моему, в Милане, когда было, там был такой черный, вот, что меня довольно-таки неприятно удивило. Вот. И вот он единственный сказал, ох, какая актриса, что даже типа в Голливуде так, ну, не сделает сердечный приступ. Ну, я ему отписала. Я надеюсь, что тебя это никогда не коснет. И будь-то счастлив. Потому что, знаете, что негр, а я же белая, понимаете? А я же белая. Вот и все. Вот поэтому вот такая вот ситуация произошла. И почему еще я выпустила этот ролик? Знала прекрасно, на что я иду. Потому что вот эти шины, шины по-итальянски, сцены, вот, возможно, кому-то будет неприятно, вот эти вопли женские, это слушать женские, девичьи вопли. Вот. А мне как-то глубоко наложить. А знаете почему? Потому что слышу постоянно, когда в роликах, вот, мы в России плохо живем, вот, на Украине мы плохо живем, вот, там где-то запад. А вот показать, что паталин-то один. Объединяться надо, а не разъединяться. Вот таким, ну, только вот таким, как бы сказать, ну, моим примером, вот, показать всем, что надо объединяться. Род один. И когда, ну, тут немного, ну, такой маленький, что белые должны объединяться, это наша земля, а здесь только одни чёрные. Или метисы. Вы знаете, как меня ненавидят? Очень, очень трудно жить здесь. Очень. Вы даже не представляете. И что самое интересное, когда уже выхожу куда-нибудь, ну, даже в тот же супермаркет, я вижу только чёрных с этими кучами детей, обязанные. Вот, ну, только после обеда, они до утра, они там не ходят. И они смотрят на меня? Мне уже говорили, ты что, альбиноска? Даже. Я говорю, нет. Я настоящая белая, всего лишь, белорозовая, всего лишь. Вот. Я уже, они на меня смотрят, как уже вымерший экземпляр какой-то, понимаете? Это очень грустно. В Италии всё меньше, ну, в этой территории, которая обсуждена, в Италии, всё меньше, меньше, ну, человека вообще мало. И поэтому, кстати, вот этот ещё видео, как лакмусовая бумажка, это у кого есть совесть, у кого есть смелость, вот, и те мне ответили. Вы знаете, все молчат. Такие все были, когда вот собирались вместе на какие-то там собрания, все такие крутые, все там из штанов выпрыгивают, что и то мы сделаем, и всё, мы там, мы наш, мы новый мир построим. Да фиг. Да фиг вы что-нибудь построите в нашем новом мире. Ладно, это ничего страшного. Дело в том, что ещё у меня есть много материала, вот именно как со мной ведут, ну, вели себя в банке. Каждый раз идти в банк, мне, вы знаете, идти как, не знаю, как на бой. Вот буквально недавно назначила я сама, да не, ну как, ну, обоюдно, решили встретиться в банке, вот, а потом я, ой, а потом я позвонила и сказала, что, не, мне звонили, я не пошла, пошли мы к счёту, чтобы это, я сказала, я не приду, я вас боюсь, я вас физически боюсь, не только, что вы морально меня, знаете, вы физически, потому что директор банка, начал меня руками выталкивать, понимаете, это, это, это какой-то абсурд, а не из-за чего, и там, видео я выложу, и я очень корректно веду себя, я очень корректно, потому что, понимаете, это зверьё, а со зверями надо тихонько говорить, например, я не боюсь подойти к собаке, любой собаке, потому что я знаю, как себя надо вести, и собака, ну, по крайней мере, если у неё нет желания со мной там общаться, она развернётся и уйдёт, обычно все собаки приседают или подходят там, потом уже вынюхивают, и потом уже могу погладить, ну, очень редко кто может такое сделать, ну, потому что я знаю, я учила всего лишь, и мне это нравится, я это понимаю, так вот, к ним, как к диким, вот бешеным собакам надо подходить, поэтому, ни в коем случае, это уже на собственном опыте, и предупреждаю всех, понимаете, если не, как, не боитесь потерять скафандр, вот, во-первых, ничего не страшно, почему у меня так получилось, потому что я не ожидала такой наглости, понимаете, я правда не ожидала, и если бы я знала, вот, их законы, что они имеют право, вот, над этой территорией, носить оружие без всякого освидетельствования, без всякой лицензии, а вот если ты хочешь себе оружие какое-то, то ты только можешь иметь, как она называется, охотничье, что стреляет одним только патроном, а у них полуавтоматические пистолеты, вот эти, Берета, по-моему, Берета, по-моему, называется, не помню, вот, вы понимаете, вот такому идиоту, с восьмой классами образования, который плохо случился, который за уши, классов классный, это не из-за того, что он там что-то думал, нет, потому что он дебил, он дебил, его перетягивали просто так, потому что, ну, лишь бы он не сидел толку-то с него, что он будет сидеть пять лет, что там десять, это бесполезно, и ему дали игрушку эту. Что в этом законе еще прописано? Что, когда они не на службе, имеют право носить постоянно с собой оружие, вы представляете, это огнестрельное оружие, но только без визуального наблюдения, значит, оно должно быть там в карман, они там у них, не знаю, где-то, ну, скрыто, только когда они находятся на службе, значит, они должны выставлять его, наоборот, они должны были, ну, они должны выставлять. И вот, когда вторые, ну, потом второй раз они подъехали, их было трое, тот же идиот с двумя другими, вот, вы представляете, они орут мне, сеньора, мы сейчас штурмом будем брать ваш дом, и сейчас подъезжают карабинеры. Вопрос вот сейчас, за что? Я сижу себе дома, никого не трогаю, вообще не выхожу, потому что сейчас, ну, работаю еще, вот, сижу себе дома, и кто-то подъезжает, я говорю, я не знаю, кто вы, представьтесь. И, кстати, в этом ролике я написала, ну, в конце, как надо себя вести, вот, можете это спокойно найти в интернете, например, русский сегмент, очень уже продвинут, поэтому, как себя надо вести, эти законы, я многое, что учусь, вот, именно с русского сегмента, много понимаю, и для себя, потому что никто меня не защитит, абсолютно, такого нету, вообще нету, понимаете, я абсолютно одна, вот, представьтесь, абсолютно одна, среди зверя, вот, среди такого тупого зверя, которому дали пистолет, я не плачусь, я не боюсь, дело в том, что я не боюсь, был немного шок, теперь я знаю, понимаете, врага надо знать, теперь я знаю, с кем, кого я увижу, вот, увижу еще более скотов, и что самое интересное, знаете, нашла одну статью журналиста, одной журналистки, которая, вот, именно благодаря ей, начала я искать эти законы, она довольно-таки хорошо написала эту статью и дала ссылки на вот эти законы, так вот, она описывала, почему ее, вот этот вопрос очень сильно заинтересовал, что полиция, даже, а это же самая низшая категория полиции, есть еще карабинеры, у которых автомат, и автоматические автоматы, вот эти стреляют, как калашников, не знаю, как они называются, мне это не интересно, вот, и они постоянно с ними таскаются по городу, сколько я их и раз видела, вот, зачем, против кого, простите, против кого, они таскаются по городу с автоматами, простите, ну вот, и где она описывает, почему начала делать это, знаете, есть еще, как бы сказать, смелые журналисты, везде есть смелые, вот, что с одной своей знакомой, которая работает вот в органах, которая именно полицейская, ну, в полиции работает, короче, бабье, мужиков нету, баб набирает, ну, там, янки, я всегда говорила, что мент это дырявый, мент это дырявый, по дефолт, он дырявый, как и в голове, так и ладно, вот, и она рассказывала, выпила несколько, и пьяненькая начала, ну, душу изливать, вот этой корреспондентке, рассказала, что они не приходят, не проходят вообще никакого свидетельствования, она даже и не знала, что есть такое, потому что корреспондентка задала этот вопрос, и в пьяном угаре эта баба рассказала, это ничтожество, это женщина, рассказала, что один раз она избила одного задержанного, ну, так получилось у неё, он был не виноват, она ему этими, ну, наручниками, они же железные, разбила голову, и она написала в заявлении, что при собственной защите он напал на неё, вот понимаете, и ей это спустилось с рук, и она вот этой журналистке, что, ну, убила её на повар, потому что она смеялась, и рассказывала, как она выкрутилась из этой ситуации, она додумалась быстро на него скинуть вину, понимаете, это, ну, ну, не знаю, как это сказать, ну, не знаю, ну, вот этот, тот, который посадили в тюрьму, он до сих пор сидит, и сказали, что, наверное, после 15 августа его, ну, наверное, отпустят, потому что нету на него никаких, ну, претензий, вот, ничего не придумали с ворганик, а так могут держать в тюрьме, там, до шести месяцев, и потом могут ещё продлевать, ну, первый раз, по-моему, полтора месяца, ну, что такое, короче, я не помню, и мне это пока не интересно, вот, понимаете, я понимаю, что вот эти полиции, эти карабинеры, они же созданы, чтобы охранять вот этих мердов от людей, их держать в загоне, потому что я действительно ничего не сделала, я действительно не знаю, какого хера, о, пардон, он припёрся, я правда не знаю, ну, вот такое, что я вам хотела рассказать, и хочу вам сказать, что всё хорошо, у меня всё отлично, всё хорошо, я ни за что не переживаю, был немножечко шок, я вам говорю, я понимала, что моё единственное оружие, представьте себе, единственное оружие, это телефон, а представьте, когда у нас не было телефона, что было с этими людьми, которые попадали в вот такие ситуации, они боятся, как они боятся, используйте, дорогие мои, используйте телефоны, и надо, знаете, что объявлять им мирно, спокойно, и что я тебя снимаю, и сразу же, типа, не то, что потом залью на YouTube, а идёт в стрим, ох, как они боятся, они как уже, наверное, на сковородке начинают прыгать, поэтому со мной всё хорошо, я здорова, я правда здорова, как лошадь, вот, ничего со мной не случится, потому что, память уже, уже со мной ничего не случится, потому что, ну, у меня, скажем так, есть купол, есть мой купол, который меня сильно защищает, ничего со мной не случится, ну, а этих тварей, я, насколько у меня хватит ума, вот, я их, конечно, гнобить буду, вы что думаете, я никогда не прощу, я подожду нужного момента, я умею ждать, но я так сдавлю, это, наверное, все многие уже знают, вот, слава, так что, передаю слово, и у меня очень поздно, всё-таки, кстати, надо всегда себя держать в физической форме, довольно-таки, хорошей, мне правда надо бегать, с утра заниматься спортом, для всяких, для всяких непредвиденных ситуаций даже, вот, я всегда должна быть в форме. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok